Это телевизоры. Серёжка, ты сможешь с ним разговаривать? Да, ты. На какую тему? Я тебе сказала, не беспокоить человек. Приветствую вас. Добрый день. Это такой любопытный у меня сыночек. Это мой солигород в Белоруссии. Вот видите, как я слушаю вас всё время. А он улёгся, улёгся и нашёл вас. И вот видите, потревожила. Что-то прерывается. Очень занятый. У нас всё записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Да не против, но он же в связи с плохой. А я уже 92 года и слабенькая совсем. Но это ничего. Ничего. Так, а вы как узнали про нас-то? Это мы по интернету слушали, когда вот попали на вашу волну. Понятно. У нас родители её, такой веры православной, как вы, отделённой, были. Но она только с нами ругается. Мы тут, конечно, протестанты. Вот как. Ну так мы попали, так. Мы как православные, а как потом уже после советской власти как-то хотел. Так мы в этой вере. Вот так она называется. Вы маленько подальше отойдете. Вы сильно близко. Вас плохо видно. Один только вот. Ещё подальше. Вот, чтобы было видно. У вас что, со зрением плохо? Я совсем слепая. Солепая. Ага. Ну немножко. Один глазик налево и чуть. Немножко. Хорошо. Вы что-то хотели узнать? Что сделали и неудачно. Хотели спросить что-то? Это он, это сын так у него. Ага. Сын хочет вот как бы связываться, чтобы вместе там молиться. Он такой любопытный. Ну сын у нас инвалид. Первой группы вот. Мы вдвоём остались инвалида с ним. Вот живём вдвоём. Так вот, говорит, помолиться, за нас помолиться. Он всё ищет, чтобы помолиться, чтобы я ещё не умирала, жила пока. А как вас звать и как сына? Звать как вас? Я Мария Сергеевна. Мария. Мария Сергеевна Лебедева. Ага. А сына? А он, а сын Герашченко по нацовой фамилии. Я на своей всё время была так на отцу моего отца. А сыну сколько лет? А сыну уже 58 лет. Он Герашченко Сергей. Понятно. Ага. Так он вот ещё не хочет умирать. И всё это у всех, чтобы все кругом просили, чтобы молились, чтобы я не умирала. Сыночек, мне тяжело уже жить. Господи, помилуй, благослови. Тяжело. Вот. Так что вот моя просьба, и вы тогда помолитесь за нас. Хорошо. Вот. Хорошо. Чтобы... А если он уже хочет, но он же не вопросов, но он много вопросов задаст. Ну, пускай задаст вопрос, и я послушаю. Ну, понятно. Пускай он скажет, я послушаю. Тогда он будет звонить. Звонить может он. Он когда поговорит. Я слушаю. Как тебя? Да слава Христу. Христа. Ну, что ты ещё скажешь? Не всё такое, я хотел узнать, как ты работаешь. Террая, мудро, не это, не это, нашёл я, не нашёл. Красиво, не беспокойся. Я жну. Ну, да. Узна. Ну, если у вас... Понял. Хорошо, говорите. Он не очень может разговаривать. У него такая речь непонятная. То, что вот вы не поняли, что он в Белоруссии, что Солигорск. Я понял теперь уже. Это такая речь. А у вас там церковь православная? Есть церковь православная? Две. Две. Две, да. Ещё. А зачем вы... А зачем вы... А зачем вы ушли из православной церкви-то? Никуда мы не ушли. Мы не знали, кто мы такие. Мы жили, я учитель советский. Жили при коммунистах. Так жизнь прошла. А это уже вот с 1986 года меня так затревожило, забеспокоило. Как-то я ничего не знаю, никакой. И как раз вот тут было, это течение такое быстро шло. Да я не понял тогда. Так вы в церковь-то ходите православную? Ну, просто... Нет, православная ещё такая была сонная у нас. Еле-еле живая. Одно было здание старое, ещё про старое даже. С какого-то он... Местное время. Мы стали его ремонтировать и тоже уже открывалась. Я ходила несколько туда в православную, как искать сначала Бога. А у вас далеко от вас православная церковь? Нет, она даже рядышком тут у нас улица. Так там служба идёт? Уже не, она называется. Идёт в двух церквях идёт служба. Ну вот вы... Он бывает и там, и там. Вы всё-таки как-то попросите, чтобы к вам пришёл батюшка, исповедовал вас. Чтобы вы причастились. Мы участие принимаем здесь же, в нашей церкви. А в какой в нашей? Ну вот, в которой мы ходим. Ну как она наша? Она православная церковь? Нет. Нет, христианная вера евангельская. Это не церковь, это секта. Это секта тоже, да. Там спасения нет. Спасение там, где есть церковь. А церковь от апостольских времён идёт. Вы с батюшкой поговорите. От этих сектантов тысячи разных названий. У них нет церкви, нет священства, нет таинства, нет литургии. Вот какая история-то. Они хорошие люди, всё, но они не церковь. Они не спасённые. Какое спасение? Вне церкви нет спасения, матушка. Нету, Мария. А до кого-то здесь, у нас же и причастие. Это нам нет причастия, это обман. Причастия у них нету. Они его не признают причастия. У них нет литургии, нет священства. Это самозванное общество. Под Афану, Аверону и Корею, 16 глава, книга, числа. Ну, читал я, читал, я долго читал. Это не церковь, не церковь, матушка. Это просто сатана над людьми посмеялся. Они называют динаминация, конфессия. Этих слов нет в Библии. Это ересь. Это еретики. Есть субботники, адвентисты, там есть свидетели Иеговы, называются. Это всё еретики. У нас эти все течения есть в городе. Это течения, все течения мутные. Это не церковь. Церковь православная. Вот мы православные, у меня брат священник. Вот они в Белоруссию ездят. Белоруссии вот у нас нигде и нет вот такой в нашем городе. И в доможеке. Вы же говорите, что недалёко от вас церковь-то. Только православная. А вы же, наверное, отделённая православная? Нет, мы православные, никакие мы не отделённые. Не отделённые, да? Нет, мы православные. У нас приезжает митрополит, служит. Мы строим православную деревню. Мы самые настоящие православные. А вот же у нас невестка толкует вот сюда. Я говорю, Ниночка, так почему тебе? У неё тоже муж, сын умер у нас. 56 лет был ему, он умер. Её муж. Она вот поедет туда, на Брасловщину. Брасловщину. Вот знаете, такой Белоруси, Браслов. Ну-ну. Вот это, там озёра Браславская, знаменитые такие места. Они были под Польшей же, или под Латвией где-то раньше. Так вот туда поедет, говорит, там у меня и священник знакомый, и всё. А вот тут я не хожу, не пойду православную. Я говорю, как же, Нина, почему уж ты тут не можешь ходить? И вот у нас с ней раздор. Ну ты же раз так, ты осталась у тебя закрещена от родителей. Я буду так, как мои родители. И только там, когда она раз в два в год едет туда, так она только там ходит, только на кладбище, вот на День Троицы, чтобы помянуть мёртвых, помолиться на кладбище священника. И больше ничего. Я говорю, здесь, Нина, почему ты не можешь ходить? Я с ней сколько борюсь, она, наоборот, мы разругаемся с ней только. Мне тут нет таких, как у меня там. Вот и всё. Я говорю, как-то так, священники все одинаковые. Да, они благодатные. Вот, мы относимся к православной церкви, нам тут чего выбирать-то. Если он не так делает священник, то он за себя ответит. Мы можем подсказать, помочь ему, надо работать. А это сектанты разные называются, евангельские. А никакие они не евангельские, это самозванцы. Они возникли-то всего только, может, 100-200 лет назад. А церковь-то Христова 2000 лет назад. Они же обманывают её. И они поэтому Николычу Дотворец, Иоанну Златоусту, они никого не признают. Как же так? Эти люди умерли за Христа. Они только себя знают. Ни поста у них нет, ни креста. Какие они евангельские? Они крест не носят. Они рукой крестное знамя не совершают, как мы. А там песни-то руководят гнедя. Просто Павел так. Вот, Серёжа, ну что ты не можешь рассказать, если ты не читаешь? Руководят гнедя. Если ты не читаешь, ничего не можешь рассказать. Вот. Ну спасибо большое вам, что вы отозвались. Да, слава Христу. Если у вас будет та женщина, если та женщина к вам приедет, вы с ней вместе зайдите. Ну это так себе пометьте сегодняшнее число. Один раз в месяц можно зайти. Но только сначала внизу надо написать, дома ли я, потому что я работаю. Меня дома не всегда найдёшь. Я уже давно-давно, мы вас слушаем всё время. И я, и он нашёл, и вот я просила, Серёжка, не тревожу. Вот вчера мы слушали все вас эти беседы, с кем мы разговаривали вечером. Так вот, ну к вечеру, наверное, да и он полный день уже. У вас президент Лукашенко Александр? Да, конечно же. Мы были в Белоруссии, в миссионерская поездка-то, и я подарил вашу центральную библиотеку в Минске все свои 38 книг у меня вышло. И от Лукашенко мы получили благодарность. Ну Лукашенко он такой у нас, просто только враги его ненавидят. Мы каждый день за него молимся, чтобы Господь сохранил его, чтобы он был дружный с нашим президентом. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. За него надо очень молиться. Мы так беспокоимся, если вот он уже и старости, и как подбаливать. Да как-то, кто будет? У нас никого даже не намечается, чтобы человек такой был, чтобы Белоруссию повёл эту маленькую страну. А так, благословенно Господу Богом. Да, мы знаем, там в Гомеле, в других городах я оставил, подарил свои книги. Книги подарил, мы ездили по всему миру. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона, до Португалии. Вот мы уже несколько времени вот и слушаем, как вы говорите, где вы проехали. Вчера как вы много там книг привезли ещё в Директору. Я даже не запомнила, где это вы и так, Логий. Ну, мы Евангелие достаём, ездим по деревням и раздаём. Мы тут раздали больше 30 тысяч Евангелий. Они по благословению патриарха Кирилла изданные. Ага. Так вот, у нас же Евангелие неизменное. Я православная, у меня землячка. Как раз мы пошли на годки, на годы тоже. То там, где живёт, на районе, то рядом церковь старая, православная. Я уже забыла. Так что вы обязательно сходите в церковь или призовите священника. Вне церкви нет спасения. Ваш возраст уже, видите, какой солидный-то. А зачем это? Сектанты их никогда и не было. Они совсем недавно появились. Они не церковь. Это обман. Обман это. Они просто взяли Библию, по-своему толкуют. Какая она церковь-то? Это не церковь. Вы на них посмотрите. Они стоят в галстуках, бритые. Их даже внешне видно. Они не так, как священники. Ну всё, пока. С Богом. С Богом. Давайте. Всё, отключайтесь. Господи, Господи, храни Господи. Вас помоги, Господи, бреди и церковься. Сережа, я тебя попросила не беспокоить. Такого ты вакууми. Спасибо. Спасибо.